Внимание на экран Меня зовут Шамиль Зауру. Клуб чемпион в городе Рьбель. Подготовка уже завершилась. Осталось только подогнать весь соперник. Анатолий Сафронов, он довольно опытный боец. И мы оба из боевого самбо. Оба умеем бороться. Поэтому я для себя решил провести бой в стойке. И, иншаллах, думаю, завершить его досрочно. Анатолий Сафронов Готовился к этому турниру очень долго и упорно. И имею честь выступить со своим оппонентом Шамилем Зауровым. Большая честь выступить с таким соперником, титулованным и, в общем-то, немалоизвестным. Постараюсь все сделать, чтобы мои тренировки оправдали свой результат. Постараюсь удивить публику. И под ваши аплодисменты в красный угол ринга приглашается боец из Дагестана Шамиль! По прозвищу Лев Дагестана Завура! Анатолий Сафронов Анатолий Сафронов А в синий угол ринга приглашается его соперник из Украины Анатолий по прозвищу Доктор Сафрона! Анатолий Сафронов 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 Вы готовы к главному поединку сегодняшнего вечера? Представляю вам соперников и первым стоящего слева от меня в синем углу ринга Ему 28 лет Вес 76 килограммов Рост 178 сантиметров Вице-чемпион мира по боевому самбо Чемпион Украины по боевому самбо Чемпион клубного чемпионата Украины по смешанным единоборствам М1 Анатолий Доктор Сафронов Анатолий Сафронов Анатолий Сафронов А теперь я рад представить вам соперника стоящего справа от меня в красном углу ринга Ему 27 лет Рост 173 сантиметра Вес 77 килограммов Он провел 21 поединок Одержал 18 побед Потерпел 2 поражения И один поединок закончился в ничью Чемпион М1 Челлендж в полусреднем весе Чемпион М1 Селекшн 2010 года Трехкратный чемпион мира по боевому самбо Двукратный чемпион СНГ по рукопашному бою Призер международных турниров по вольной борьбе Призер международных турниров по Ушу Саньда Чемпион Дагестана по Ушу Саньда Мастер спорта международного класса по боевому самбо Мастер спорта международного класса по рукопашному бою Мастер спорта по вольной борьбе Мастер спорта по ушу санда Из Дагестана Шамиль Лев Дагестана Савура Я немножко, честно говоря, волновался за рефери В формула боя 3 раунда по 5 минут Когда он это все произносил, потому что такое напряжение у него было Что волновался я за ринг-анонсер Но, слава богу, все хорошо Что хорошо кончается Сумел закончить на эту речь И сейчас мы посмотрим Как ты думаешь, этот бой будет продолжаться? Есть у меня предположение, что, во-первых, явным фаворитом на этот бой выходит, разумеется, Шамиль Зауров, который является одним из лучших, скажем, бойцов Вот он больше фаворит, чем Адон Калей Бьем затылок, позвоночник, бах, не бьем А будем своей удачи Большие руки Слушай, внимательно, мои команды Приблизительно одинаковые по уровню То есть, именно вот если вот расставлять коэффициенты Вот так вот, взяться за это неблагодарное занятие Все-таки Шамиль Зауров выглядит Фаворитом, причем очень большим Ну, посмотрим Тут даже, я думаю Как обещал Шамиль, он собирается закончить этот бой в стойке Посмотрим, что же сможет противопоставить ему Анатолий Сафронов Анатолий Сафронов, его рекорд по-разному Я вот здесь слышал 7-7 И вот сейчас 7-6 написано у нас Шамиля Зауров 18-2-1 Ничья Последний, да, скандальный бой Ну, даже его не хочется уже обсуждать Ну да, потому что об этом уже говорилось очень много И писалось везде Поэтому, в принципе, я думаю, все, кто в курсе Имеют свою точку зрения на этот счет Я лично считаю, что Шамиль Зауров был прав в той ситуации И вот сейчас мы видим Как Шамиль обостряет поединок Ну, Сафронов, я смотрю, навстречу старается не работать вообще Ну, мы видим, что действительно никто из спортсменов не пытается перевести бой на настил ринга И работают именно в стойке Вот сейчас от хорошего удара увернулся Анатолий Сафронов Пытался сейчас через руку пробить Завуров Ну, вот смотри, знаешь, что я сейчас вижу? Я сейчас вижу, что, например, Анатолий Сафронов не знает, как подойти к Шамиле Ты знаешь, а я даже вижу, что, по-моему, он как-то... Не сильно хочет? Ну, что-то, что-то вроде этого Сейчас Шамиль, кстати говоря, мог нанести удар, я не знаю, почему не нанес Там очень неудачно уходил Сафронов, обратил внимание Там, ну, в бок как-то Завуров мог через руку нанести удар В принципе, завершить поединок Возможно, ему казалось, что удар не дойдет до цели Поэтому остановил исполнение Ну, да, как-то Сафронов невнятно, скажем так, начал этот поединок Не производит он никаких атакующих действий Завуров хорошо бьет по внутренней стороне бедра И прилично уже, прилично гематома уже у Сафронов Ну, да, то есть Сафронов повыше ростом И, я думаю, ему был бы смысл использовать преимущество своего роста То есть, опять же, работать на дистанции, пытаться Работать, как работал Денис Гольцов Да, да, пытаться отбивать ноги Шамиля То есть, работать лоу-киком Вот сейчас хороший удар прошел в корпус И вот, наверное, сейчас это Сафронов, видимо, посчитал, что он на соревнованиях по каким-то бесконтактным видам спорта Как-то жест вот этот вот, что он хотел, чтобы бой приостановили из-за того, что начали отсчет Странная реакция была У Сафронова Причем он не пропустил удар Пробил солнечное сплетение И сейчас это еще раз делает То есть, я думаю, сейчас Шамиль сделает это еще раз Все, бой остановлен Шамиль просто пробил оборону в корпусе Анатолия Сафронова И закончил этот бой Ну что ж, давай, наверное, посмотрим Пробежимся быстро, как прошли у нас поединки сегодня Ахмет Алиев победил Агасиф Алик Первого Зубарат Тухуков в равном поединке Судьи почитали, что Зубарат Тухуков был лучше, нежели Иван Лапин Магомед Альдеев Также полностью переиграл Анвара Чергесова И выиграл единогласным решением Агдис Абдул Вахабов все-таки сумел переиграть, выиграть Не переиграть, а выиграл Он полностью выиграл отбудив Волевого Андрея Марковича Сумел дотянуть до завершения своего До завершения боя Лисман Амагов классически сработал В пробивании сверху Сергея Классана Василь Фейзрахманов Задушил Ибрагима Чижигаева В первом поединке сегодняшнего вечера Виктор Немков Поединок с Абдул Кирим и Дилом По мнению арбитров Виктор Немков выиграл раздельным решением Ну не будем спорить И арбитров виднее И из Гольцов блестяще провел бэкфист Добил затем Созвание, можно сказать, лучшего нокаута Сегодняшнего вечера Выиграл этот поединок В поединке Руслана Магомедова Игорь Задерновского Мы увидели гильотину в стойке Более мощный Руслан Магомедов Легко победил Задерновского Ну и два боя Два главных боя Сегодняшнего вечера Главный бой Ей есть сегодняшний вечер И на третьей минуте 27 секунде Никаких апсетов не произошло Победу нокаутом Одержал Шаниль Лев Дагестан Забуга Друзья, напоминаем, что 25 мая здесь В дружбе состоятся полуфиналы во всех весовых категориях